Субтитры сделал DimaTorzok Смотрите, что стало с Кузей Он побрился, первый раз он побрился Ну и сделал себе новую прическу В конце концов, мы уже стареем Нужно поддерживать как-то Внешний вид на высоком уровне Потому что иначе кисленький вообще На горизонте не появится Поэтому да, сейчас мы должны по идее Эсберна отнести Отвезти Куда мы его должны отвезти-то, господи К дельфине, да? В риверу нам же нужно Поэтому пойдемте, что? Шкаф? Помогите, я в гробу Как так вообще? Офигеть, смотрите Эй Это шкаф изначально был Я никогда не знала вообще, что здесь есть дверь какая-то Она всегда открыта была Фига, век живи, век учись Ну да ладно Нам нужно в ривер вот Да Ну черт возьми Нам бы еще в этот зайти В башню Ну в башню В башню Которая башня Форт точнее Да Хорошо Я не знаю С Эсберном норм будет туда идти Рад тебя видеть, друг мой Никогда не забуду, что обязан тебе спасением от этих маньяков Ты тут Хочешь поучиться стрелять? Ну как твои дела? Рад снова тебя видеть А, смотрите Мы его все-таки спасли Он всегда перекочевает Ну давай Только давай по-быстрому Ну, чего надо? Ты как с главой гильдии Обращаешься вообще? Как ты с самым не разговоришь? Если хочешь поучиться стрелять И у тебя есть деньги Я могу тебя поучить Хочешь поучиться стрелять? А почему он не это самое Какие еще, кстати, услуги предоставляет гильдия? Если хочешь научиться уходить от проблем не только болтовней Можешь всегда поучиться у Делвина, Векс и Виппера И еще рекомендую заглянуть в тренировочный зал Если хочешь поработать отмычками Да не, не очень Мне очень часто это помогало Как ты оказался в гильдии? Я раньше жил в Валенвуде Работал на отцовской винокурне Мы такое вино делали Ни в сказке сказать Ни пером описать Все было хорошо Много денег Большая усадьба Я был даже обручен с симпатичной девушкой Я почему ушел? Да, скучище страшное Каждый день та же занудная рутина Работа на винокурне Визиты вяжливости Обеды с неинтересными людьми А мне хотелось развлечься Рискнуть по-настоящему Например, податься в воры Я связался с гильдией в Валенвуде Они себя называли серебряными полумесяцами Много лет работал на них Заработал много денег Но мне было плевать На самом деле Не в деньгах дело Это все из-за того, что с ними я жил по-настоящему Ну и как ты оказался в Скайриме Да уж, сочувствую Ну да, и такое бывает Найди меня, если захочешь пострелять Да блин, как бы хотелось бы Я все только учусь Но скоро во всем разберусь Ты кто? Мы не знакомы Как ты оказался в гильдии? О, это та еще история Иду я себе по дороге из Айварстеда в Рифтон И вижу, как Векс отбивается от парочки волков Она не могла отбиться от волков? Ну их там было штук восемь И троих она уже прирезала, когда я подошел Вместе мы их быстро покрошили И последний уполз куда-то залисывать раны И тогда она тебе предложила вступить в гильдию? Не совсем Она вежливо попросила меня отдать ей мой кошелек Ты представляешь? Мы чуток повозились Сломали друг другу оружие И в конце концов без сил упали на землю Ничья? Ага Отдышались Она посмотрела мне в глаза и спросила Не хочу ли я вступить в гильдию? Просто так Без извинений Ты согласился вот так сразу? Что-то мне подсказало Что я об этом не пожалею Я слышал, что гильдия снова в седле И пол Скайрима у нее в кармане Скажу тебе Я бы не хотел снова скрестить клинки Свекс Но вот повозиться с ней чуток Другое дело Хм Выпить идешь? За меня выпей За тебя будут пить на похоронах А я пока так пройдусь. Ух ты, я мая. У-у-у, какая плюшечка. Кстати, можно забрать. А рок, почему я не могу на рок навестись? Я хочу посмотреть на рок. Не дают. Бюст серого лиса. Пускай здесь и остается тогда, наверное. Это что такое? Для чего? Сюда какая-то маска должна, да? При это самое приклеиться. Ну ладно. Это наш особый-особый стол. Кстати, а где моя прибыль вообще? Где там было хранилище? Ну что там, да? Или... Да, да, не тут. А, во. Ну-ка, дверка откройся. А как это, блин, я глава гильдии? Я не могу туда попасть. Они охренели, что ли? А как я буду проверять, не хапают ли они мою часть? А что же охренели? Чего? Нужно что-то. Чего кто сказал это? Ты сказал? Ты кто вообще? Ну, не знаю. На вид ты ничего особенного из себя не представляешь. То есть ты точно не серый лис, но, похоже, что-то тебе удается. Ты откуда вообще приполз? Из Моровинда, конечно. Любой уважающий себя Данмер тебе скажет то же самое. Я был членом Морактонг. Ненавижу Морактонг. Мы были гильдией убийц, которые империя выдала разрешение на публичные и частные казни. Мы делали это во имя Мефалы. Ей я тогда истово поклонялся. А как темное братство? Нет. А это как темное братство? Данмер и темное братство всегда были заклятыми врагами. Они действовали в тени, а мы всегда выступали на стороне закона. Ну, почему ты ушел? У меня не было выбора. Когда произошло извержение Красной Горы в Моровинде, члены Морактонг бежали. Рассеялись по девяти ветрам. Мы дали друг другу слово, что объединимся вновь. Но я думаю, этот день еще не скоро настанет. Ну, почему ты не пошел в темное братство? У тебя голова точно в порядке? Да ладно! Если темное братство узнает, что я был в Морактонг, они придут мне мстить. Лучше оставаться в тени и работать в гильдии воров, чем рисковать, что тебя закажут. Я никому не расскажу. Надеюсь, что так. Темное братство заказывает и тех, кто помогает в Морактонг. А, да, к слову, темное братство я немножечко прирезала. Если ты враждешь их визита, я предлагаю тебе последовать собственному совету и держать язык за зубами. Я тебе еще раз говорю, темное братство прирезано. Пеши возвращаться. Я тебя не жду. Хе, ну и слава богу. Еще бы меня дома такое чудовище ждало. Мне женщина дома нужна. Хо-хо-хо. Володя, конечно, тоже хороший вариант, но нет. Это уж перебор. Так, ладно. Двигаем форт. Сдаем задание. Ой, извиняюсь. Не успелось. Сдадим задание? Ну, какого фига-то? Мы есть, кстати, хотим и забылся все. Сейчас на кладбище присядем. Скал на вещку, кстати, надо помолиться. Если вдруг мы больны, чем-нибудь не хочу проверять. Так, хорошо. А, в приюте мы же никого уже взять не могем. Может, что-то все взяли. Так, ворота. Выходим. Можно было бы, конечно, телепортом. Да ладно. Сейчас попробуем как-нибудь пешочком. Может, там мы что-то упустили. Может, там где-то пещерки по пути были. Не знаю. Посмотрим. Мне еще, кстати, нужно где-нибудь дракона найти, чтобы... Драконишь кости, чешуйки. Все, вот это нужно для того, чтобы проапгрейдить бронь-то. Я не знаю, правда, получится у меня или нет. Наверное, нет. Так, я с какой стороны вышла-то? А почему мне туда показывают? Я что-то не поняла? Подожди. Нет, не то. Интересно. Ладно, не важно. Ой, ладно, черт с ним. Что-то какая-то хрень происходит. Не люблю такие моменты. Я начинаю зависать. У меня как интенсивный диссонанс. Не могу я так жить. А, вот вам и утро как раз. Как я люблю это место. Офигенное. Крепость такая. Здесь сюда, в принципе, невозможно же пройти. Только вот по дороге. Пока они там будут идти, эти вампиры, их уже всех порешатить можно. Ой, пацаны, сейчас познакомлю вас с сараной. Хотя нет, не буду еще заполдывать мою сарану. Не я. Что-то жаль, блин. Я там булькнула ей не то. Не смогла исцелить ее от вампиризма. Но она теперь ходит, меня заражает. Так, слушайте, когда они уже уберут этот срач? Привет, сарана. Так, ладно. Наживаю еще, что ли? Жутковато. Ну что ты говоришь, ты в курсе? Правда? Ух ты, нифига. Гурмар. Отравляю, друг мой. Это была заслуженная победа. Народская Рима тебе обязан. Пусть даже большинство об этом не знает. Пока так сойдет, но нельзя прятаться здесь вечно. Мастер-вампир больше никого не побеспокоит. Великолепно. Об этом чудовище и его отродье мы можем больше не волноваться. Одним меньше. Ой, не говори. Чем могу помочь еще? Кажется, есть еще одно чудовище. Хотя я не знаю, где оно сейчас. Могу направить тебя к человеку, который скорее всего знает. Ну, давай-давай. Пусти того, с кем тварь недавно связывалась. И сделай все необходимое, чтобы выяснить, где она теперь. А ты имя мне этого человека скажешь? Или я должна сама догадаться? Удачи. Хорошо тут изран все устроил. Здорово, когда рядом люди, которые ко всему готовы. Ну, не говори. Пусть я и сомневаюсь, что мы когда-нибудь полны. Да-да-да, это говорила. Что потерять бдительность смертельно? Че продаешь? Че, от чего ты хочешь избавиться? Так, взрывные болты, арбалеты, стрелы бы мне, они эльфийские. Желательно чьерды. Че-то у них нет нифига. Ммм, синяя платья для девочки. Почему она у нее? Непонятно, ну ладно. Так, а он че продает? Провота. Что ты ищешь? Оружие, броню, кузнечные материалы. Все. Все я ищу. Ух ты. Фигня. Страха. Ладно, не важно. Тоже фигня. Вот вроде смотришь, секира, да? Ну, круто. Ух ты, боевой молот. Дворочный меч. Может, дворочный меч это мог выдать? Как его звать? Нашему товарищу. Мне бы только теперь ибонитовую хрен-то. Да, а у меня, кстати, была помада. В любой момент тебя могут убить. Слиток-то был у меня вроде? Ага, был все-таки. Замечательно. Я хочу троллик о себе. Так, Атар. Пятница. Давай махнемся. Сейчас мы отдадим ему мега-мега двуручный меч. У него хоть взял? Ну, не взял? Он хуже, что ли? Да, ладно, быть не может. Как так-то? А, ну секира и меч, да. Секира же лучше. Тридцать. Тридцать. Нет, давайте заберем тогда. Пускай с мечом ходит. Прикольнее. Ну, денежки. Я хочу троллика. Продайте мне троллика. Вообще офигенное. Троллики. Блин. Нет, надо закрыть. Правила безопасности обязывают. Пока так сойдет. Но нельзя прятаться здесь вечно. Что-то они все мутят тут. Я знал, что ты нас не подведешь. Аркей уже много лет оберегает меня. Но он говорит, что в тебе еще не слишком уверен. Ну, я пошел к чувству. Можешь научить меня магии восстановления? Ты знаешь больше меня самого. Аркей, правда, нас обоих заткнет за пояс. Но он не хочет делиться секретами. Досадно. Что продаешь? Отлично. Ага. Так, что-то я не наблюдаю ничего, что мне нужно. Ладно. И тебя туда же. Сразу по обмундированию видно, с какими я пыталась ходить или ходила. Издалека уже видно. Черт, я по сара не скучаю, если честно. Ну, черт, она меня постоянно вампиризмом заражает. И это тоскливо. Эх. Так, ладно. Куда нам? Мы там больше ничего не собирались сделать? Что-нибудь такое особенное? Нет? Я вот, честно говоря, так-то и не помню. О, дозорная. В башне. Ой, в башне. Ну, вы поняли. А, это полоумная. Вот смотрите, вот как вот тут, стоя, нельзя заметить из вампиров бегущих. Их вообще с стрелами на подходе нужно снимать. О-о-о! Паркур, пацаны! О-о-о, идиоты. Так, ладно, давайте тогда поедим, пока они там топчутся. Картофельный супчик выпили. Прямо на месте стоя. Вот, или жажду, это хорошо, а еда... С едой все плохо. Вот, стейк. Может, не должны больше хотеть есть? Мы столько сожрали. И суп. И стейк. Что такое? Блин. Ну, почему нельзя вот этих дозорных брать с собой? Мы есть-то хотим, я не поняла. Какого хрена? Почему я хочу есть? Это нелогично. Здесь наверняка вампиры откуда-то выползут. Ну где там мои? Далегация моя где? Свиты! Ой. Красотища. Красотища. Просто красотища. Я думаю, мы все-таки сейчас телепорт возьмем, потому что бежать там долго будем. Что там, кстати, там такое? Крылятина. Я же жестоко обожаю, что это было. Лыба-лыба-лыба-лыба-лыба-лыба-лыба-лыба-лыба-лыба-лыба. Вот было бы так в реальной жизни. Вроде тыркаешь-тыркаешь на рыбу. Забираешь кучу рыбы, а она все еще целая висит. Хорошо. Так, мы задание сдали, мы задание получили. Кстати, что за задание? Гурмор получил мне... Получил, господи. Поручил мне выследить и убить вампира. Первая цель моего путешествия. Данстар! Там, если выяснить, где находится вампир, хозяин ночи. И скрывается чудовище, может знать некто Лейгильф. Я могу допросить сообщника или разыскать вампира самостоятельно. Затем мне нужно убить чудовище и его логами. Отлично, сделаем. Эсборна в Ривервуд. Правитель. Бла-бла-бла. Так, где мы? Мы в Рив... О, в Ривтене. Ну, почти. У нас с той стороны вообще ничего нет больше. Время, я даже не знаю. Давайте, знаете как? Два задания? А, нет, это вот два. Все, вас понял. А зачем тогда найти вампира самостоятельно? Зачем, если уже есть указатель, обращаться к этому? Короче, я не понимаю. Ладно, неважно. Может быть сюда телепортнемся? Или лучше в Вайтран? Давайте в Вайтран, потому что нам стрелы нужны. Затоваримся. Продадим стеклянную секиру. Да. Потому что она в замахе долгая. Меч все-таки повеселее будет. Я так думаю. Ой, я так знала, что сейчас ночь будет. Как все плохо. Ой, у нас же дом есть. У нас же есть дом. Все же хорошо. Правда, там это мерзкая Лидия. Ну ладно. Не будем обращать на нее внимания. И вообще, мне должны же Хускарла дать. Ой, ой, я застреваю. Спотеньки. Спотеньки, спотеньки, спотеньки. По идее, должны салить в виде Хускарла дать. Может, его возьмем с собой. Потому что Хускарла, они какие-то реально непрошибаемые. Может, не будем тогда пока убирать. Сложим сюда. Оручий. Откуда у меня это вообще? А, я же его подбирала. Надо скинуть. Посох надо зарядить. Два меча, лук. Отлично. Ну это вообще я офигела. Еще и украдены считаются. А, ну да. Может, ее уставили из ящика. Какая достата. Одежда с поясом украдена. Ладно, убираем тогда. Сапоги. Миракские тапки. Ой, Лидия. Что-то ты за глаз моих. Еще и кровать мне принадлежит. Она еще заняла мою кровать. Сволада такая. Ладно, уходим. А, нет, нет, подождите. А, нет, все, может поспали. Все хорошо. Может поспали, да? Да, 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 да. Ничего не помню уже. Соображаю. Сама недавно проснулась. А, где эта женщина? Вон она. Женщина. Ну не говори. Так, что у тебя? Странный стрел. Стеклянный стрел. Замечательно. Не. Не. Стоп, 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 стоп. Подожди. Да все, что доброму воину нужно. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Где там складировала этот какой... Кости драконьи в нашем доме, да? То есть в большом. Который мы сами построили. Там же, да? Там, по-моему, было где-то. Лежали кости драконьи. Не помню. Приветствую, мой друг из Эльсвейра. Нужны припасы для охоты? Ага. А, кстати, с кем мне тут поговорить о работе? Попробуй сходить в Культе. Она хозяйка горцующей кобылы. Это около рынка, прямо по дороге. Хорошо. Еще стоит в драконьи предел заглянуть. У нас тут столько всего происходит. Ярлу или его управителю наверняка пригодится помощь. Да уже пригодилась. Слушай, продай мне стрелы, а. Лук и стрелы для умелого охотника. Да, пожалуйста. Двимерское. Ладно, возьмем. Нет, не будем пока. Короче. Как тепло. О, стекляшки. О, хорошо. Боже, я люблю твой магазин, мужик. Черт, тут надо эльфийские было купить, наверное, и там в крови сраной окунуть, чтобы против вампыров хорошо было. Да? Что-то я забыла про это вообще. Как-то. Ну ладно. Так, а что у нас тут еще? Отмычка. Охрененно нужная вещь. Ну и ладно, все. Приятно иметь с тобой дело. Ой, не говори. Прикольно. Я не знала, что здесь есть вторая дверь. А, я как-то не замечала ее раньше. Хорошо, где мы? Где завтра? А, нам нужно же туда точно. Нам из города нужно выходить. Правда, зачем мы с Эсберном? Слушайте, мы в Вайтране. Давайте выйдем, тогда доедем до Ривера, сдадим Эсберна. Потому что он нам мешает. Или дойдем до Ривера. Ой, для до Ривера. Нет, доходить, наверное, не будем. Не знаю. Муки выбора. Да и все-таки доедем. Быстрее будет. Пуссонный догоняйте. Уфу. Я все-таки не понимаю, почему... Тряпка вот эта... Мирака, мирака. Господи. Мантия его вот это... От ударов так неплохо защищает. Это же вроде не броня. Тряпочка. Моя коняша! Нет, точно поедем своим ходом. Моя конина. Моя сладенькая. К тому же, может, дракона увидим. Пацаны! Спешите! Блин, как мне... Вот я помню, когда я первый раз увидела, меня прямо... Расперло. Понеслась! Ууу! Моя буренка и я. Кстати, надо бы сохраниться. М-да. Поедемте. Поедемте в Ривервуд. Наискось поедем. Хотя нет. Нельзя пассивы топтать. Сожрать потом будет нечего. Но мы постоянно хотим есть. Поэтому... Нельзя так делать. Не показалось? Казалось. Видать. Ну, ладно. Пить надо меньше. По всей видимости. Давайте вот так. Между деревьев. Успеть и глюки, и они мне доканают. Так, ладно. Мне нужен дракон. Дракон! Ты еще один. Идущий. Вступить к этим братьям Бури. И к имперскому легиону на этот раз уже. Так, я хоть туда скачу. Вроде, да. Вон, что-то погода портится. Сейчас как дожди на лево. Нет. Ой, волки. Вдыхай. Оп! Спокойно. Спокойно. Канина. Отлично. В ногу так телескопически брал. Что такая погода-то сразу плохая стала? О, здравствуйте, олень. Подождите. Подождите меня. Мчи меня, олень. Свою страну оленью. Где сосны рвутся в небо. Где были зимой, летом. Или как там? Мчи меня, тогда лесной оленью. Не помню уже, ни хорина. Отлично, мы здесь. Видите? Две минуты, и мы уже здесь. Прекрасно ж. Где эти ванны догонят? Ну, пока побухаем. Поедим. Вечно голодные. Ну, хотя нету. Телепорт рулит. А где этот Эсберн? Пятница. Где Эсберн? Он что, телепортируется? Дельфина? Ну, да. Эсберн нашелся. Он в ревероде, прямо за дверью. Ну, идем, да, давай. Откуда ты коверн? А, нет, вот он. Телепортировался все-таки. Ну, давай, женщина, я жду. Оба. Телепорт. Мужик во френд-зоне находится, вы поняли, да? Ты здесь и в добром здравии. Идем, я знаю, где мы сможем поговорить. Оргнер, последи за залом, пожалуйста. Запросто. Сюда? Куда же мы пойдем? Дельфина, веди уже, господи. Почему я должна это все делать? Пойдем уже, пойдем, пойдем. Шевели булками. Мне нравится, как двигаются персонажи, то есть, такой походняк. Добавляет ощущение то, что персонаж живой. Хвост еще двигается, это вообще офигеть. Еб. Ну и? Тут только мы? Ну что, и за носу достает что-то? Так долго искал. Смотрите, точно. Смотрите, точно не за носу достал. Анналы, драконь и стражи. Нет. А, я в трейдере сидела. Че, она переехала, что ли? Ты что, хотите сказать, что не слышали о стене Алдуина? Никто из вас? Сделаем вид, что не слышали. Что это за стена? И как она поможет нам остановить драконов? Ты еще погромче, крикни. Она вообще-то каменная. Гениально. Гениально. Ой. Ух ты. А это так и надо было? Я знаю ту часть предела, о которой говорит Эсберн. Рядом с так называемым Картспайром, в каньоне реки Карт. Мы можем встретиться с тобой там или отправиться вместе. Решай. Давай как-нибудь по отдельности. Я встречу тебя там. Дуй. Твой выбор. Не ходить вместе это может и безопаснее. Меньше внимания привлечем. Ну, видишь как. Не бойся. Я доставлю туда Эсберна в целости и сохранности. Мы тебя будем ждать у Картспайра. Удачи. Да мне как-то на этого Эсберна вашего. Тоже тебе книжульку дайте почитать. Ммм. Аннала Драконий Стража. Примечание Песца. Я же следующее мною добросовестно переписано из Аннала Драконий Стража Храма Небесной Гавни за 2800-2819 годы. Ну, где 4329-4338 годы по старому ковендарю Братану 2 эра 568 годы. 2801. Император Кастов вновь приказал Драконий Стража похитить молодых воинов Маркарте и Хролдоне, чтобы убедиться, что ярлы выполняют нормы по рекрутам. Официальный протест нашего мастера был, как всегда, отклонен. Это еще больше усложнит наши взаимоотношения с местным населением. Хотя на деле пленники... Пленники. Живут и обучаются вместе с остальными послушниками. 2804. Когда началось Винтерхолдское восстание, наш мастер отказался выполнять приказ, предписавший отправить Драконию Стражу на помощь в подавлении восстания. Император повелел отрезать нам пути снабжения, однако мы договорились с местным населением предела и перешли на самообеспечение. Ну или так и так, успею, сейчас хрен поймешь, на самом деле. Грандмастер поддержал действия нашего мастера на том основании, что приказ противоречил клятве верности. 2805. Храм в осаде. Винтерхолд отправили неразумного Калиена, и тот разгравил город. Недаром его отказались принять в Драконию Стражу. Но здешний народ не отличает одних аковирцев от других. Все годы, ушедшие на построение доверительных отношений с народом Скайрима, пропали даром. 2806. Мы узнали о том, что Реман II, благословенное его имя, вошел на престол, когда с храма сняли осаду. Мы предоставили почетный караул для первого визита императора в Скайрим, и престиж храма значительно возрос. 2800... Это какой? Девятый, получается? Да, девятка у них такая. До нас нашли сообщение о Драконе на Востоке. Немедленно были отправлены разведчики, и те обнаружили его следы. Однако Дракон скрылся при нашем приближении. Уцелевшие твари стали весьма осмотрительны. 2812. Мы наконец-то получили санкцию императора на возведение стены Алдуина. Прибыли ремесленники из храмов по всей империи, и взялись за этот грандиозный труд под руководством нашего мастера, как тому и надлежит быть, ибо в знаниях о Драконах она превосходит всех. Да. 2813. Работа над стены Алдуина продвигает... Стойте, подождите-ка. Под руководством нашего мастера. Так как БВВ, так как она превосходит... Она? Мастер была она? Или я что-то не понимаю? Нет, все, да, она. Может, это была дельфина? Хотя нет, в стену-то давно возвели, что я несу. 2813. Работа над стеной Алдуина продвигается. Мастер отстранил от работ ряд ремесленников из западного храма, которые не требуются называть его насельники. Насельники прекрасно всем известны своей гордолевой спесью, что замедлило работы. Однако мы не должны делать никаких уступок. Стена Алдуина. Наш дар тем, кто придет после нас. 2815. Грандмастер посетит летом храм, дабы осмотреть, как продвигается работа над стеной. К нему поступали жалобы о расходах. Не приходится сомневаться откуда. Однако стена так впечатлила его даже в незавершенном виде, что он вручил нашему мастеру грамоту на требования средств с императорской печатью. Больше задержек не будет. Дальнейшее сообщение о драконах на востоке подтвердить... А, странно как-то подтвердить, которое не удалось. 2818. Благоприятный год. Стена Алдуина закончена. Дракон обнаружен и убит. А император Реван II лично прибыл, чтобы официально открыть стену. Кровавую печать торжественно осветили в присутствии всего состава драконей Стражевской Рима. Это великая честь, которой не каждый храм может похвастаться. Вот так вот. Ну, ничего такого особо интересного, на самом деле. Я думала, там прям будет что-то... А, нет. Можно, кстати, почитать еще, но я думаю, и так понятно, что с ними случилось. Она уходит прям до конца. Меч клинков, слушайте. Он же двуручный, получается. Да-да-да. Хотя, непонятно. Сейчас возьму. Не, он одноручный. О, какая прелесть. Катаночка. Офигенный меч. Ну-ка, подождите. А я помню, у нас пещера была, помните, да? Я еще хотела забрать. А, сейчас скажу. Там у нас еще с Херсином. Кстати, Херсинское здание надо выполнить. 71, 45. А чем его можно, если что, за это самое? Заколито. С стальным, стальным свитком? Ой, свитком. С литком. Надо подумать. Ой, кстати, да, нам надо серию закончить. Давайте тогда на этом замечательном моменте, переломном, это и сделаем. В общем, я надеюсь, что эта серия вам понравилась. Если это так, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал и зовите друзей. В следующей серии мы, может быть, закуем себе этот меч. Нормально застрим, заточим, обработаем, зачаруем. Не знаю, что-нибудь придумаем с ним. Надо еще будет посмотреть, что это за пещера. Где там это Херсинское здание, куда побежали-то? Потому что я хочу, я очень хочу. А, вон они, эти, пола дурка 2. Блин, в салки, что ли, играют? В общем... О, побежали, побежали, мир спасать. Да все, зашибись, я серию заканчиваю, отстань. Вот! Че я говорила? А, пойдем в эту пещеру, надо будет посмотреть. Че как, потому что, по-моему, там был необычный меч клинков. Руку у себя в кармане, отрублю. Рискни здоровьем. Господи, я испугалась, думала, это дракон. В общем, я начинаю хинею пороть, давайте заканчивать. В следующей серии что-нибудь придумаем. У нас есть много чего нам нужно сделать. А эта серия подходит к концу. Если она вам понравилась, вы знаете, что делать. И всем огромное спасибо за ваше внимание. С вами была Севен, Кузя, Пятница, Буренка и Скайрим. Всем удачи и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok